День молодого избирателя отмечается в нашей стране с 2007 года. И Ленинский городской округ, конечно, не исключение. В здании Дворца культуры в Видном прошло мероприятие, посвященное этому празднику. Мы уже не первый год проводим мероприятие, посвященное избирательному процессу, для того, чтобы повысить интерес наших молодых избирателей, граждан, к выборам, к тому, что надо все-таки занимать активную гражданскую позицию. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поприветствовал юных активистов муниципалитета и поучаствовал в БЛИЦ-опросе, в ходе которого собравшиеся могли задать ему интересующие вопросы. Какие главные направления своей деятельности вы выделяете? Основные направления моей деятельности заключаются в помощи общеобразовательным учебным заведениям, это школы, детские сады. Материальная база там не всегда та, которая требуется, поэтому я как бы системно помогаю, помогаю общественным организациям, ветераны, инвалиды, молодая гвардия и так далее. Юные активисты приняли участие в интерактивной деловой игре, организованной территориальной избирательной комиссии. Ребятам предстояло продемонстрировать свои знания в области права и избирательного законодательства. Назовите документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом избирательном участке, вместо того, которому он прописан по месту регистрации. В игре приняли участие три команды представителей молодежных организаций округа, Молодежного парламента при Совете депутатов Ленинского городского округа, Молодой гвардии Единой России и студенты Московского регионального социально-экономического института. Все ребята показали хорошие знания и помимо этого было прекрасное настроение. То есть выборы, избирательный процесс, он на самом деле не скучный, а довольно-таки интересный и увлекательный. Такие мероприятия обязательно должны проходить. Очень приятно, что большое количество молодежи поддержало данное мероприятие. Приятно видеть действительно веселых, позитивных, радостных молодых людей. Экспертное жюри оценивало ответы участников. В результате была выбрана самая сильная команда. Рад, что нам сегодня удалось занять первое место, но это не главное. Главное – это участие и главное, чтобы распространять знания о такой теме среди молодежи, чтобы наша молодежь была более начитана. Второе и третье места заняли соответственно команды Московского регионального социально-экономического института и Молодая гвардия Единой России Ленинского городского округа. Все участники получили не только массу положительных эмоций, но и подтянули свои знания. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.